Женщины. В Библии есть три важных женщины в отношении Рождества Христа. Рождество Христа произошло на земле, но перед тем, как оно произошло, кому было открыто это, кто был вовлечен в это, кто знал на самом деле, что происходит. Кому была открыта тайна рождения Христа? История рождения Христа должна совершиться в Вифлееме, но перед тем, как это произошло. Ангел Гавриил, который стоит в присутствии Божьем, был послан как посланник к священнику. Как звали священника? Захария. Что же ангел Гавриил сказал Захария? «Твоя жена родит сына». Захария засомневался. «Так не может произойти». Елисавета неплодна. «У нас не было детей со дня нашей свадьбы, а сейчас у нее уже не тот возраст». Что же говорит ему ангел? Что говорит ему ангел? «Нашим языком это было бы так. Ты, наверное, шутишь. Я ангел. Я ангел. Мое имя Гавриил. Я стою в присутствии Божьем. И я пришел возвестить тебе очень важное. Оставь свое неверие». Я говорю нашим языком, которым мы имеем общение. Захария совершил ошибку, имея такое отношение. Он должен был знать лучшее и понимать, что к нему обращается ангел Господень. Как ему нужно было отвечать? Пожалуйста, прости меня. «Для меня очень сложно поверить в это, но я верю тебе и уважаю тебя, потому что ты пришел от Бога». Да будет это по Слову Божьему и в Его воле. Или это могло быть так. Захария из церкви Грейта Грейс, исполненной Духом верующих, отвечает, «Я абсолютно верю, что она родит сына. Аминь». «Да, будет так». Но он был из другой церкви. Я шучу. Захария был таким же, как вы и я. Мы можем быть фамильярными в отношении того, что мы здесь говорим и во что верим. Когда дело касается реальных вещей, какой огонь горит во мне, какого я Духа. Я должен сказать вам, что иногда я такой же, как этот священник Захария. Что же говорит ему ангел? Он говорит ему, «За то, что ты не поверил мне, ты будешь молчать во все время беременности твоей жены и не будешь говорить. Ты открыл свои уста в неверии, и Бог сделал тебя ответственным за это». Замечательно, правда? Я хочу, чтобы ваше внимание было сосредоточено на этом, и чтобы вы поняли, насколько это здорово. Ангел Гавриил посетил людей и сказал о том, что собирается сделать Бог. В начале нашего собрания я спросил вас, что делает Бог? Видели ли вы это? Понимаете ли вы это? Обучаетесь ли вы этому? Возрастаете ли вы в вашей вере? Помогает ли вам Бог? Утешает ли вас Бог? Отвечает ли Он на ваши молитвы? Кто из вас может сказать, что вы были исцелены Богом за последний день? Поднимите, пожалуйста, вашу руку. Спасибо, Господи. Невероятно. Невероятно. Кто из вас получил ответы на молитвы? Да, мы получили ответы на молитвы. А как насчет того, возвратились ли блудный сын или блудная дочь домой, когда Бог помог им и открыл их очи? Спасибо большое за ваш отклик. Невероятно, что делает Бог. А как насчет вашей работы, ваших финансов? Могут приходить хорошие новости и плохие. Моя проповедь на сегодня такова. Я хочу быть внутри разворачивающихся событий и знать, что говорит Бог. Я не ожидаю, что Бог пошлет мне ангела, но я могу ожидать, что Он пошлет мне брата или сестру, или библейский стих, через который Дух Святой послужит мне и поможет мне. Все три дамы отличаются друг от друга. Иллисавета уже была в преклонном возрасте, когда женщины уже не рождают. У нее не было детей. Что могло бы произойти в сердце и уме женщины, если бы она только жила на естественном уровне? Помните картину с конфетами на холодильнике? Откроем вместе книгу притчей, 24 глава, 7 стих. Давайте прочтем вместе. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Я знаю, что я глупец. И я не говорю это для красного словца, но из-за рождения свыше Дух Святой вошел в мое сердце, в мою жизнь, и теперь я желаю обрести мудрость. Это мудрость не мудрость естественного мира, но совсем другая. Мы с вами такие же в этом отношении. Мы глупые, как люди, но из-за нашего рождения свыше, из-за нашего рождения свыше мы были почтены Богом, были помещены в Его Царство, где мы зовем Его Отцом, и Святой Дух обучает нас, открывая нам эту удивительную книгу. Не будьте таким верующим, у которого Библия просто лежит на пианино или на книжной полке, но пусть она будет в вашем сердце. Она недоступна для меня и для вас. Мы можем обучаться на каждой странице, изучать истории Библии и понимать их. Эта книга влияет на нас. Как иллюстрацию я говорил о том, что когда моя мама покупала конфеты, она клала их наверх холодильника. Я пытался забраться туда и посмотреть, что же она там положила. Наша жизнь похожа на это. Нам нужно искать. Мы с вами ищем чего-то большего, чем жизнь первого этажа. Елисавета могла бы сказать так. У меня и моего мужа не будет детей. Это не может произойти. Я не знаю, за что Бог сделал так. Среди женщин расходятся сплетни обо мне и моей семье. Мне не нравится это. Я уже перестал общаться с ними. Все это жизнь на первом этаже. Не живите так. Что же делает Бог? Что же говорит Бог? Живите благочестивой жизнью. Будьте исполненными Духом Святым. Вторая женщина – Мария. Что вы знаете о Марии? Вы можете поговорить со мной. Она была молодой девушкой. Она была обручена, но еще не вышла замуж. Между ней и ее женихом не было близких взаимоотношений, как мужа и жены. Она была детственница. Тот же самый ангел говорил, пришел к ней через шесть месяцев, после того, как он явился с Захарией. Что же сказал ангел? Твоя родственница Элисавета беременна. И ты тоже зачнешь. У Марии был другой дух и другое отношение, когда ангел сказал ей это. Она поверила сказанному, хотя задавала вопросы. Как это будет, когда я мужа не знаю? Но она поверила. Ангел сказал, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». «Да будет мне по слову твоему», сказала Мария. Что сказала бы незамужняя молодая девушка, думая мыслями первого этажа? Насколько обычным мог бы быть разговор? «Мои соседи не поймут меня. Я не виновата, что так произошло». Мир много может сказать про эту девушку. Ей нужно было пойти дальше и понять. «Все нормально. Все нормально. Мне не нужно объяснять ничего никому. Я живу в другом месте. Я не знаю наверняка, что происходит, но у меня все в порядке. Бог со мной. Когда Бог с вами, и покой Божий с вами, пусть люди не понимают вас. Это ничего, потому что я не живу перед ними, но я живу под покровом Всевышнего Бога». Псалом 91.1. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Третья женщина – Анна. Еще один замечательный брак на протяжении семи лет, после которого она оставалась вдовой, достигнув 84 лет. Скажем, что ей было 15 лет, когда она вышла замуж, плюс 7 лет. В 22 года она стала вдовой, когда умер ее муж. Она не выходила замуж, у нее не было детей, она служила в храме молитвой и постом Богу. Она увидела младенца, мессию в храме. У нее было духовное понимание и был духовный ум. Эти три истории трех женщин говорят о том, что женщины очень важны в разворачивающемся плане Бога. Два пункта. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Селем – это образ на иврите. Когда Бог говорит человека, Он имеет в виду человеческую расу. «Человеческая раса сотворена по моему образу и подобию». 26 стих. «По подобию нашему». «И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Первое, что Бог сказал о женщине, «что она – образ Его». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божию, сотворил его мужчину и женщину сотворил их». Мы похожи на Бога. Это фантастика. Я верю в это. Вы смотрите на животных и видите, что они ограничены. Они не знают милости. Дикие животные не могут миловать. Они думают только о еде и передвижении. Человек – невероятное творение. Мы удивляемся, глядя друг на друга. Когда вы смотрите на лицо и на сердце человека, вы видите Бога. Вы видите, что Бог должен быть таким, как мама, любящая свое дитя, или отец, уважающий своего сына, или муж и жена, действующие вместе. Женщина была сотворена помощницей. Это Бытие 2 глава 18 стих. И сказал Господь, «Бог нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему». Я могу сказать «Аминь» на это. Время, когда я нахожусь один, очень важно для нас. Я могу находиться один, думать, размышлять, но мне нехорошо, когда я одинок. Если я одинок без Бога, это катастрофа. Но если Бог со мной, у меня есть благочестивое, святое время, когда я один. Даже более того, Его мысли со мной, и они очень назидательны для меня. У меня также есть тенденция и желание иметь горизонтальные взаимоотношения с людьми. Я хочу поделиться своими мыслями с кем-то. В этом значении брака. Брак – это когда я делюсь своей жизнью с другим человеком. Брак прекрасен, когда он правильно функционирует. И в то же время он может быть очень болезненным, когда он неправильно функционирует. В теле Христа мы называем друг друга братьями и сестрами. Мне нравятся эти слова. Моя сестра – не моя жена, не моя невеста, не моя подружка. Мы – все семья. Женщины должны чувствовать себя в церкви защищенными из-за благочестивых мужчин. Мужчины должны чувствовать себя в церкви защищенными из-за того, что женщины благочестивы. В нашей стране по всем медиа говорят о женщинах, о сексуальных домогательствах на работе. С одной стороны, это хорошо, что сделалось известным, потому что недопустимо, чтобы на работе сексуально домогались женщины, или запугивали, или манипулировали. С другой стороны, женщины могут вести себя недостойно. Здесь участвуют две стороны – мужчина и женщина. Если она ведет себя вызывающе, это может провоцировать мужчину к недостойному поведению. Также, если женщина ведет себя достойно и профессионально, мужчина может склонять ее к недостойному поведению. Благочестивые женщины должны сразу дать понять и прямо сказать своему боссу или начальнику, которые ведут себя развязанно. Например, я буду признательна, если мы не будем говорить об этой области. Или мужчина говорит на работе женщине, какое у вас замечательное платье. Это неправильно. Как женщина, вы говорите ему, спасибо, но, пожалуйста, не нужно делать мне комплименты по поводу моего внешнего вида. Она посылает послание, говоря, у меня на работе рабочие взаимоотношения. Нужно, чтобы Святой Дух обучал меня на рабочем месте и дал чувство приличия, уважения к коллегам и к моим братьям и сестрам. Это мои братья и сестры, но не моя жена или не мой муж. Есть мысли первого этажа, но есть также мысли с небес, которые нужны нам, не так ли? Я иду на работу, я благочестивая женщина, я не хочу посылать неправильные сигналы. Если мужчины, работающие со мною, требуют от меня неправильные вещи, манипулируя моим продвижением или чем-то еще, моя благочестивая жизнь не продается. Я не веду себя так. До свидания. Я буду профессионалом на рабочем месте. Могу ли я сделать это? Я не знаю. Могу ли я сказать так? Я не знаю. Но я должна так сделать. Я не хочу так, чтобы это продолжалось. Бог даст мне благодать для этого. В нашей культуре, в фильмах, в медиа люди говорят похотливые вещи, а затем они ожидают, чтобы люди вели себя правильно на рабочем месте. Вы говорите похотливые вещи, и похоть выходит из людей. Если бы у вас было то, что было у этих трех женщин, в жизни Елисаветы происходило что-то от Духа Святого, и она пророчествовала. Она была внутри Божьей работы. В жизни Марии происходили невероятные вещи. Она понимала это. Кто-то скажет, «Эй, Мария, пошли весело проведем время». Мне нет дела до этого. У меня есть что-то от Бога. «Мудрость слишком высока для глупца». Это не значит, что мы ходим вокруг и говорим, что люди глупые. Это неправильно. Мы знаем, что наш мир не принимает наших ценностей. Наша культура не понимает того, о чем мы говорим. «И насколько я счастлив, будучи благочестивым человеком». Этот мир кидает грязные шутки и унижает женщин. А я не соучастник этого. Я так не думаю. Вы и поняли меня. Господь сотворил женщину помощницей. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Слово «соответственно ему» не «гет» означает «такого же, как он». Буквальный перевод этого слова это как зеркальное его изображение. То есть зеркало стоит напротив него. Когда клетка делится, она была одна, но вот против нее стала еще одна клетка, такая же, и мы знаем это из биологии. Когда мужчина посмотрел на женщину, он увидел себя. Она такая же, как он, как образ в зеркале. Она помощница. Слово «помощница» или «помощь» используется в Ветхом Завете, когда Бог помогает своим людям. Бог помогает Израилю. Это Божья помощь. Здесь женщина помогает мужчине, и также Бог помогает людям. Я могу сказать, что моя жена замечательная, помощница для меня. Она помогает мне невероятным образом во многом. на духовном уровне, на психологическом уровне, эмоциональном уровне, интеллектуальном, социальном. Она помогает мне, и я очень благодарен ей. Здесь в жизни одной из женщин умер муж, когда ей было 22 года. Она прожила без мужа и без детей 62 года. 62 года. Возможно, о ней судачили многие и распускали сплетни, но это не касалось ее. Она была в храме день и ночь, служила Богу молитвой и постом, ожидая пришествия Мессии. Мы можем сказать, я, наверное, не смогу молиться и поститься все 62 года. Я отвечу вам, вы до конца не знаете, что вы сможете сделать в вашей жизни по благодати Божией. Вы можете быть одинокой женщиной, и это будет радостью для вас. Это ваш призыв к жизни или ваш призыв для этой жизни. Часто одинокие женщины думают, что они никогда не выйдут замуж. Одна из наших дам сказала, что Бог сказал ей, это не твое дело, но мое дело. Я могу сделать это для тебя. Это было острое слово для нее. Погодите-ка. Я могу жить в этом мире, где звучат столько много вопросов, столько беспокойств в отношении меня, моего имиджа, моей жизни и так далее. Или верить, что Бог со мной, и Он делает что-то. Он поведет меня в моей жизни. Я нашла, что я сотворена помощницей и имею отражение Бога в моей жизни и являюсь образом Бога в этом мире. Откроем вместе Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, первая глава. Одиннадцатый стих. Тогда явился Ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев Его, смутился и страх напал на Него. Ангел же сказал Ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва Твоя, и жена Твоя, Елисавета, родит Тебе сына, и наречешь Ему имя Иоанн. И будет Тебе радость и веселье, и многие о рождении Его возрадуются, ибо Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. от чрева Матери Своей. А я что сказал? От чрева Отца? Ой! Исполнится еще от чрева Матери Своей. О, это была уникальная вещь. 16 стих. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предойдет пред Ним в духе и силе Илия, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. 18 стих. И сказал Захаре ангелу, почему я узнаю это, ибо я старый, жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриэл, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Я могу находиться в молитве и Бог поговорит с моим сердцем. И теперь у меня есть послание. Но если я наполнен своими путями, извинениями, проблемами, тогда мне нечего сказать. Это будет одно и то же. одно и то же. Я хочу, чтобы каждая женщина получила назидание сегодня. Я хочу сказать, что я так благодарен многим женщинам за годы служения в теле Христа. Многие женщины сказали, «Я иду за Богом. Ты выйдешь замуж? Я не знаю. У тебя будут дети? Я не знаю. в жизни этих трех женщин было достаточно причин для споров, скандалов, сплетен, разочарования, но нет. Мы ожидаем чего-то большего в нашей жизни. Мы смотрим на поведение благочестивых женщин, на их мудрость, мудрость, Деворы, на мудрость Сарры, на мудрость Авигеи, которая дала совет Давиду. Невероятное сокровище сокрыто внутри этих женщин. Многие верующие женщины чувствуют себя незамеченными или незначительными в церкви. Это трагичное положение вещей, особенно когда Бог и Иисус Христос ценил женщин так высоко. Женщины были учениками, следовавшими за Ним. Среди учеников были мужчины и женщины. Были женщины, которые служили Ему своим имением. Мария Магдалина, блудница, была спасена и последовала за Иисусом. Она любила Иисуса. Другая женщина омыла Его ноги своими слезами и отерла их своими волосами. Мария взяла алвастровый сосуд с миром и возлила на голову Иисуса. Там стояли мужчины и смотрели, как она выливала Ему на голову сосуд с миром, которое стоило 30 тысяч долларов. Оно было очень дорогое. Это год труда. Она вылила на Него мира, приготовляя его к погребению. Вылила все без остатка. Я нахожусь в нашем служении уже несколько десятилетий и вижу, как Бог взращивает женщин, у которых есть слово мудрости. У них замечательный дух, любовь и отношения веры. Мы наблюдаем за этим десятилетия за десятилетием. Когда я жил в Финляндии, в нашей церкви было очень много женщин. Там было около 30 мужчин и 200 женщин. если бы вы были холостяком, вы наслаждались бы там. Мы все были очень молодые, пожилые финны не приходили в нашу церковь, потому что там были все молодые. В церкви была только одна женатая пара, все остальные были неженаты. Все это было не очень-то и важно. потому что когда мы смотрим на то, что делает Бог, это становится важным для нас. Бог взращивает женщин. Мы не рукополагаем женщинам в нашем служении, основываясь на 1 Тимофея 2 глава, но мы наделяем их властью, почитаем их, слушаем их. Они часть церкви, они одарены, они помогают нам в том, что мы делаем, они замечательные молитвенные войны. Лука 2 глава 36 стих. Давайте прочитаем часть Писания, которая говорит об Анне. Лука 2 глава 36 стих. Тут была также Анна пророчица. Что значит пророчица? пророк это человек, говорящий Слово Божие из сердца Бога, ума Бога. Пророчица это женщина, говорящая из сердца Божьего и ума Божьего. Эта женщина была такой. Джон Нокс говорил, что его жена и его теща были таковыми. Теща Джона Нокса была духовным человеком, с которым у него было замечательное общение. Она делилась с ним мудростью и в водительстве и направлении. Во времена Мартина Лютера было 12 монахинь, это очень интересная история, которые свергли с себя монашество и решили выйти замуж. Одна из них была Катарина Ван Бора. У Лютера был знакомый лавочник, который доставлял монахиням рыбу в бочках. Однажды он привез 12 бочек рыбы, а в них он вывез 12 женщин. Все эти женщины пришли в университет, к Мартину Лютеру и постепенно они стали выходить замуж. Наконец осталось две из них и его друг сказал, почему бы тебе не жениться на одной из них? И Катарина Ван Бора стала его женой и замечательным и мудрым помощником для него. Однажды он впал в депрессию. Это тоже интересная история. Кэти вошла в его комнату вся в черном, как одеваются женщины, когда кто-то близкий умирает. Он спросил ее, кто умер? Она ответила, Бог умер. Мартин Лютер, ты находишься в депрессии, причина, по которой ты находишься в депрессии, Бог умер для тебя. Разве Бог не есть Бог радости? Разве ты не можешь возрадоваться в нем? Бог не умер, но ты живешь так, как будто Бог умер. Мы любим женщин в Господе. Мне нравится их часть, мне нравится их служение в церкви, мне нравятся их пламенные сердца, их смирение, их слова мудрости, мне нравится то, что они могут дать, они благословения для нас, и мы понимаем это. Анна могла говорить Слово Божие. 36 стих, дочь Фануилова из колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Вдова лет 84, и она вышла замуж, и потом прожила семь лет, и потом стала вдовою. Что бы вы делали, если были бы вдовой на протяжении многих десятилетий? Я не хочу, чтобы вы были опечалены, потому что для каждого из нас есть ответ, для каждого из нас есть дверь, когда дверь закрыта, есть окно. Бог затворил дверь в ковчег Ноя, но было окно, которое выходило к небу. Когда Бог затворяет дверь, Он открывает окно. для глупого слишком высока мудрость. Глупый будет радоваться глупости, но не вы и я. Нет, в нашей жизни что-то происходит, 38 стих, которое не отходило от храма. Я думаю, так в отношении жизни в церкви. Это моя церковь, и я часть ее. Если меня привезут на окресле каталки однажды, или я не могу больше разговаривать, или я стану глухим, или еще что-то, я знаю, где мое место, и оно здесь. Я говорю эти вещи по благодати Божьей, это наша семья, я принадлежу Божьему дому, церковь это его дом, здесь Дух Святой, Слово Божье, братолюбие, и это хорошее место. 37 стих, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Возможно, в Иерусалиме находились люди, иудеи, которые ожидали наступления дня пришествия Мессии. Возможно, они знали пророчество Даниила о 69 седминах. Люди ожидали пришествия Мессии и говорили о Нем. Возможно, эта женщина после этого дня проводила дискуссии о Мессии. Она могла сказать, «Я видела Его в храме. Я знаю, что это был Он. Бог показал мне Его. Я уверен». Население в Соединенных Штатах Америки около 330 миллионов человек. Среди этих людей много верующих. Спасибо Бог. Также среди них очень много верующих в то, что мы говорим и о пришествии Христа. Многие не верят, что это книга Слова Божья. Они надмеваются и надсмехаются над тем, во что мы верим и говорим. Это ничего, потому что для глупого мудрость слишком высока. Они не могут понять это. Если Иисус пришел в первый раз, Он обязательно явится во второй раз. Если люди предвкушали Его пришествие в первый раз, то у нас тоже может быть чувство Его второго пришествия. Мы всегда должны быть готовы, всегда подготовлены, и мы смотрим дальше всяких споров и скандалов. У нас есть достоинства и убеждения от Духа Святого. Мы знаем, кто мы, что делаем в этом мире, и какое у нас послание, и как думать в правильном направлении. Вчера пастор Шебели проводил дискуссию после благовестия. Кстати, добро пожаловать на благовестие в субботу утром. Он говорил о наблюдении и о развлечении времен. «Знаете, что мы с вами так любим чистоту? Мы тщательно моем руки, мы даже можем надевать резиновые перчатки, чтобы не замарать руки. Мы делаем это все, а затем залезаем в мусорку и достаем все, что говорят люди, достаем фильмы оттуда, верим во всякие новые идеи, но в то же время я всячески стараюсь, чтобы на меня не попала ни одна бактерия. Это аномальное явление. Я так озабочен бактериями в то время, когда моя душа пьет из ядовитого источника. Я понимаю, что это относится к телу, но как насчет моей души? Кто мой лучший друг? Какого я духа? С какими людьми я нахожусь? Что я делаю в свое свободное время? Что я думаю о важных вещах жизни? Что важно для меня? Какой план Бога для моей жизни? В день оной мы выйдем из нашего тела и увидим все отчетливо. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Мне нужна баня водная посредством слова. Иногда мне даже нужен керхер, чтобы сбить грязь и промыть как следует. я нужна лейзер или радон или я не знаю что я просто супер герой. вы уже чисты и через слово которое я сказал вам говорит Иисус. Я заботюсь больше не о чистоте моих рук и бактериях, но о моей душе. Об этом мы говорим сегодня. Каждая из этих трех женщин могла рассказать свою историю с первого этажа, но каждая из них стала частью великого плана. Зачем вам жаловаться? Обратите это в другую сторону, обучайтесь быть благодарными. Когда вы хотите критиковать кого-то, обучайтесь обратить это в позитивные слова. Погодите-ка, Бог со мной, у меня есть мудрость. Мудрость слишком высока для глупого, но для нас, рожденных свыше, мудрость сокровища, которое мы ищем, и нам очень нравится. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Господи, пусть благочестивые дамы на рабочем месте возвысят свой голос и сообщают о своих убеждениях. Пусть мужчины делают то же самое и говорят послание. Мы можем быть здравием для людей. Печально, когда люди живут в своей похоти и в том, что говорит им культура. У нас есть Бог, который говорит с нами, и мы обучаемся жить по-другому. Помоги нам, Боже, в этом. Мы благодарны за каждую даму в этом собрании, и каждая женщина сотворена по образу Божьему. Каждой был дан дар, в котором мы нуждаемся. Они важны в Твоей великой работе, Господи. Отец, благослови наши размышления сегодня, приведи нас сегодня вечером на собрание с заинтересованностью в духовных вещах. Давай нам также говорить о них другим. И если вы еще не верите во Христа, придите к Нему сегодня как есть. Придите к Иисусу и скажите, «Ты нужен мне, прости меня, спаси меня, войди в мое сердце, я верю в Тебя. Аминь». Аминь.